Здравствуйте! С вами канал Деревенская Жизнь на Хуторе, Дневник Казачки. Меня зовут Татьяна. И сейчас я буду варить наше местное блюдо, суп, галушки. Он совершенно постный, туда почти не надо никаких продуктов. Такие супчики хорошо есть после всяких праздников, когда наш организм перенасыщен всякими колбасами, мясами, рыбами, сладостями. Когда этого ничего уже не хочется, а хочется чего-нибудь такого постненького, легенького. Вот такой суп все время варила моя бабушка. Мне он очень нравится. Вот я уже поставила кастрюлку. Водичка сейчас у нас закипит. Я сейчас брошу туда две луковицы, для того, чтобы вкус нашего постного супчика только улучшился. Туда нам еще потребуется для самих галушек 3 яйца, немного муки, около полутора стаканов, картошечка, соль, укроп, и если есть какая-то зелень, и лавровый лист. Сейчас я вам все покажу. После того, как наша вода закипела, мы положим туда картошку. Вот так высыпаем. Луковицы я уже забросила до этого. Сейчас мы посолим, чтобы все это варилось в соленой воде. Итак, мы разбили в миску 3 яйца. Нужно их разбить. Можно сделать это вилкой или венчиком. Удобно, конечно, это будет сделаться. Но венчик я не стала пачкать, потому что нам сейчас все равно все это смешивать с мукой. Делается это очень просто, прям простейший способ. После того, как яйца немножко разбили, добавляем сюда муку, чтобы было прям густое тесто до крошек. Муки, как я сказала, не меньше стакана потребуется. Сейчас мы разотрем ее с яйцами. Галушки наши надо немножко посолить, что мы сейчас и проделаем. Чуть-чуть. И вот так смешаем муку с яйцами. Получим наши галушки. Затем нам потребуются 2 ложки, с помощью которых мы будем отсаживать наши галушки в кастрюльку с овощным отваром. Вот такого рода теста у нас должно получиться. Вот видите? Такое густенькое. И все. И пусть наши галушки стоят до того момента, пока в кастрюльке сварится картошка. Затем мы будем их отсаживать. Картошечка наша варится. Кипит. Лук тоже варится. Дождемся, пока все это сварится. Минут 15 пускай оно постоит. А затем будем добавлять наши галушки. А за это время мы сделаем еще одну вещь. Вы, наверное, помните, недавно, несколько дней назад мы готовили сливочный сыр. Типа-типу Филадельфии. Вот он у меня пролежал несколько дней в холодильнике. Ну и сейчас мы сделаем к нему такой классный ягодный соус, с которым можно съесть не только сыр, а все, что хочешь. Для этого нам потребуются свежезамороженные ягоды. В прошлый раз у нас была смородина, сейчас у меня смородины не было, у меня фрустовая смесь. Сейчас мы сварим из этих ягод соус. В качестве загустителя будем использовать крахмал, а потом польем наш сливочный сыр этим соусом. Я утверждаю, что это будет такое блюдо, которое просто за уши не оттянешь. Нужно налить в маленькую кастрюльку чуть меньше литра воды, высыпать сюда фруктово-ягодную смесь и поставить все это на огонь. Вариться в всей смеси можно сделать совсем по-другому. Можно сварить сахарный сироп отдельно. Если бы ягоды у нас были свежие, сахарный сироп нужно сварить отдельно с крахмалом, а потом уже добавить туда ягодный сок, который мы могли бы выжать из свежих ягод. То есть ягоды сварить в воде с крахмалом отдельно. Я так летом кисель варю. А потом уже, когда кисель будет наш почти готов, наш соус, разбавить его свежим соком. Вкус у него будет гораздо лучше. Но так как у нас ягоды мороженое, мы поставим их на плиту и будем варить. Пока у нас варится, мы добавим туда сахар, чтобы наш соус был сладкий. Вот так, я думаю, хватит. А теперь посмотрим, что происходит с нашим супом. Картошка сварилась, и сейчас мы будем опускать сюда наши галушки. Это делается вот таким образом. Берем в ложку теста, опускаем другую ложку в воду. У нас галушки никогда не формовали. Вот так прям брали с ложки и бросали в кастрюльку. Может быть, это можно клетками назвать. Возможно, вполне. Но у нас это всегда считалось галушками. После того, как галушки сварятся, нужно наш суп для вкусности заправить всякими травками. В данном случае у меня есть только сушеный укроп. Значит, будет только он. Вот так, простейший. Вообще он готовится 20 минут на супчик, а заправляется он перед едой сливками. Кто-то может с майонезом съесть, кто-то, может быть, не любит сливки или не считает нужным их есть. И тогда можно съесть прям так. Он очень легкий. Вот этот лук, который там плавает, он придает такой вкус бульону лук и картошка. Вот так. Пока все мы не опустим туда наши галушки. Огонь под супом надо увеличить, чтобы все это быстро закипело, не прилипло к дну. Вы знаете, я вот эти галушки настолько люблю, что бывает, мы специально варим, чтобы галушку было побольше. Густой суп. Я их прям с кастрюли достаю, сливками, черным перчиком поливаю и ем. Ну, в принципе, это те же самые макароны на яйце. В принципе, это яичная лапша. Ничего нет, кроме муки высшего сорта, соли и яиц. Все, и пусть наши галушки варятся минут пять. Прикроем крышкой, потом, как они у нас приготовятся, мы бросим туда лавровый лист и сушеный укроп. Для того, чтобы наш соус ягодный был густой, на наше количество воды двух столовых ложек, даже, наверное, полутора ложек крахмала будет достаточно. Нам же не нужно, чтобы он был совсем густой, как кисель. Нужно просто, чтобы он был, наш соус, чуть-чуть густоватый. Нужно размешать крахмал в прохладной воде и после того, как наша смесь ягодная закипит, вылить его туда. И все. И мы выключим. Дождемся, пока наш соус остынет. И польем этим соусом наш сливочный сыр. Кипит наш вкусный супчик. Вот такие в нем галушечки. Он такой вкусненький. Положим туда половину лаврового листа. Я его покупала веником свежий. Свежий. И сейчас, когда еще немножко покипит, высыпем туда чуть-чуть укропа. Проверяем, что тут происходит с нашими ягодами. Ой, товарищи, дорогие, честное слово, наше, вот это местное блюдо не должно вас разочаровать. Это такая вкусняшка. Правда, правда. Суп наш сварился. Накрываем, выключаем, отодвекаем. А вот это, по-моему, это еще вкуснее. Сейчас, как только наши ягоды закипят, у него такой вкусный, ягодный вкус лето. Выливаем раствор крахмала, все время мешаем, чтобы не было комков. Сейчас, как только оно еще раз закипит, мы выключим, накроем крышкой, пусть настаивается наша слива, наша смородина, вишня и клубника. Жалко, что от нагревания все эти ягоды потеряют цвет. Но все равно это будет очень вкусно. Вообще, на это количество воды я бы, конечно, предпочла, чтобы соус был погуще. Может быть, я даже промахнулся с крахмалом. Никогда не поздно добавить. Потому что он не должен растекаться лужей на нашем сыре. С крахмалом я промахнулся и это признаю. То есть, на литр воды нужно ложки 4 крахмала картофельного. Вот сейчас будет самое то. Видите, он загустел. Крахмал нужно разводить чуть теплой водой, прям буквально прохладной. Если вы попробуете развести крахмал горячей водой, он тут же станет комками. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»